Конфликты на приграничных территориях здесь не редкость. Временами они перерастают в перестрелки, где погибают люди. Причины – спорные земли. Мы находимся на границе между Кыргызстаном и Таджикистаном. Это самая горячая точка в этом регионе, где жители соседних стран воюют друг с другом из-за клочка земли. Дорога в Баткенской области переменчивая. Бывает едешь гладко, бывает сильно трясет. Приметливо еще другое. Сейчас на Кыргызской территории, а через 100 метров уже на Таджикской. И так практически весь путь. Границы здесь обозначены условно. Часто бывают столкновения вот именно за такие вот маленькие куски территории. Каждая сторона претендует на этот участок в результате конфликт. Последний конфликт здесь был буквально неделю назад, когда шла настоящая перестрелка между пограничниками двух стран. На видео можем посмотреть, как люди прятались вот за этими оградами. Все началось утром. Где-то в 9.30 я вышел во двор и увидел людей в гражданском и в военной форме на соседнем участке. Потом появился трактор. Они начали вспахивать землю. Я пошел и рассказал своему соседу, Алиму. Это был его участок, и он там осенью сел пшеном. Мы подошли к ним и сказали, что это наша земля и что там засеяно. Тогда некий Шавкат из соседнего села начал размахивать какими-то документами и говорить, что это его земля. Мы их прогнали. Через какое-то время со стороны Таджикистана пришли человек 40-50 и прогнали нас. Затем мы обзвонили соседей, вызвали милицию, начали собираться. Потом словесная перепалка, и они нас начали забрасывать камнями. Затем мы начали в ответ забрасывать. Но их было больше и дошли почти до моего дома. Тогда наши пограничники сделали пару предупредительных выстрелов в воздух. Их это не остановило. А через несколько минут прозвучали выстрелы в нашу сторону. Мы все разбежались. Я видел, как упали два пограничника. Один из раненых был замкомандира погранслужбы. Не помню, как его звали. Мирлан или Мирбек. Он тоже упал. Зайнидин Надыров живет в поселке Кокташ на границе с Таджикистаном. Его дом попал под обстрел. Вот окно. Сюда прилетела пуля. Стекло забрали на экспертизу. Видимо, хотят узнать, из какого оружия был выстрел. Видите тот забор? Стреляли оттуда. Это условная граница. Они даже не извинились за этот конфликт. За то, что стреляли в нас, загнали трактор на нашу территорию. Сейчас, наоборот, обижаются, что мы им перекрыли воду. Я им, что ли, перекрывал воду? У меня у самого тут воды нет. Конфликт разгорелся из-за 50 соток неописного участка. Он использовался кыргызской стороной. Расположенный вблизи этого участка, дом был подожжен. Мы стояли у дороги. Кто-то заметил, что дом начал дымить и начал уже гореть. Подойти к дому мы не могли, так как там стояли таджикские пограничники. Они бы нас пристрелили. За этим забором уже Таджикистан. Дом стоит прямо на границе. Сейчас военные уедут. Не знаю, как мы будем жить дальше. Сейчас дом Маджитовых заново строят под бдительной охраной кыргызстанских пограничников. Власти обеих стран обменялись нотами протеста и возложили ответственность друг на друга. Уже год как прекратили отношения с соседями. Раньше ходили друг к другу на базар, общались, приглашали друг друга в гости. Сейчас из-за границы и скандалов перестали общаться. Это кыргызская территория. Мурат Туйчиев живет в поселке Хаджала, на границе с кыргызстанским Таштумшуком. Здесь дома, значит, и земли располагаются в шахматном порядке. Совместно построили? Вот этот кыргийский, а этот кыргийский. За это домом? Да. А то было? Обедите, байк. На утру, да? На сословом. Мы соседи, живем дружно. Одну воду пьем, на одной земле живем. Между нами нет границ. Тут дома расположены в шахматном порядке, все в перемешку. Нужна ли тут граница? Думаю, заборы тут не помогут. Если забор поставят, как он пройдет сюда, через территорию Таджика? Или я как попаду к себе через территорию кыргиза? Как шахматная идет она? Границы в этих краях основаны на неписанных законах, которые работают с невероятной силой даже сегодня. Если кыргыз живет, значит территория Кыргызстана. Если таджик живет, это территория Таджикистана. Если продадите дом и съедете, то эта территория станет таджикской? Да, станет таджикской. В советское время этот поселок назывался Октябрь. Тут и тогда жили и таджики, и кыргызы. После развала союза таджикская сторона вернула старое название – Ходжала. Это название было до революции. А кыргызская сторона стала называться Таштюмщук. Статус поселка мы получили позже. Глава поселка Мурат Айдаров говорит, за два десятилетия Таджикистану перешло более трех гектаров земли. Объясняет это массовыми переселениями граждан Кыргызстана в столицу в поисках лучшей жизни. После 90-х тут было тяжело. Не было работы, и многие начали съезжать. Так многие территории были проданы соседям. Этот вопрос наши власти долгое время не решали. В итоге сейчас тут мало осталось жителей. Бороться с тенденцией переселения власти Кыргызстана стали недавно. Построили школу, садик и больницу. Их появление временно остановило ток населения. Власти не выделяют жителям компенсации или льготы, чтобы люди оставались тут жить. Нет работы. Тут жить тяжело. Сейчас запрещаем продавать дома. Сейчас не разрешают купить. Даже мы на границе Таджикиса не находимся. Если, допустим, хочет построить что-нибудь, дом или как кришу, допустим, починить. Пограничники кыргызские приходят, говорят, нельзя. До разрешения вопроса нельзя эту территорию спорить. И со стороны кыргызов никаких мер не принимается. И со стороны таджиков пока идет переговор между нашим правительством и кыргызским. Дважды за год обострялась ситуация в приграничном районе из-за строительства дороги. С соседями общаемся. Дальше за пределами где-то километров уже мы друг друга не знаем, как для друг друга, как дешмани. Они нас ненавидят, мы их ненавидим. Вот такое сейчас положение. День за день он нарастается конфликт. Всего в нескольких километрах отсюда расположен таджикистанский анклав Варух. Чтобы попасть туда, нужно пересечь кыргызстанское село Аксай. Из-за неописанных границ и дефицита земли и воды на этом участке между жителями нередко возникают конфликты. За прошлый год шесть таких случаев. В ходе перестрелок между пограничниками двух стран погибли четверо и получили ранения десятки людей с обеих сторон. Вот эта вот живительная влага в засушливом боткене является камнем преткновений всех приграничных конфликтов. Здесь, за моей спиной, находится таджикистанский анклав Варух. Граница проходит по этой асфальтированной дороге, но нам советуют туда не переходить. Варух – крупнейший из двух существующих таджикистанских анклавов на территории Кыргызстана. В нем проживают более 30 тысяч человек. Сейчас границы открыты, и жители анклава могут беспрепятственно проезжать транзитом через территорию Кыргызстана. Но иногда эту дорогу перекрывают. Сейчас мы перестали пересекать границу. Еще из-за карантина введены ограничения. Раньше, когда были добрые отношения, заглядывали, а сейчас нет. Проходить, конечно, можно, пройти в горы, например, но мы просто так не проходим. А нам сейчас можно туда пройти? Не стоит. Сейчас сразу милиция приедет. Тем более вы тут с камерой. Причины конфликтов здесь также связаны в основном со строительством инфраструктуры. Дорог, домов, постов. Нарушить спокойствие может любая активность на неописной территории. Сельчане где-то поймали и привели домой чужих коров из территории Таджикистана. Сказали, компенсация за ваших, потерянных. Но я ведь депутат, активист. Как я могу держать чужих коров у себя? Я обратилась в милицию, и мы вернули их хозяевам. Моих коров так и не нашли. Вот сарай. Тут мои коровы были. Сайрам Зулпукарова – сельский фельдшер и депутат местного совета. Рассказывает, два месяца назад ее коровы отбились от стада, пересекли границу и потерялись. У старшего сына было семь коров. Нам сказали, что они забрели за границу. Мы сразу же принялись их искать с нашей милицией. Начали по домам ходить. Нашли одну корову. Она уже была без бирок в ушах. Остальных не нашли. Власти местные нас попросили не перекрывать дорогу. Раньше мы такие проблемы решали перекрытием дороги. Но после происшествия в Кукташе мы боимся перекрывать дорогу, чтобы не накалять обстановку. Хотя за год мы уже потеряли 51 корову, включая моих. Дом сайрам Зулпукаровой находится рядом с границей. Говорит, подобные инциденты в этих местах случаются часто. Причина – территориальные споры. Между Кыргызстаном и Таджикистаном отсутствуют четкие границы. У меня мама Таджичка, отец Кыргыз. Мама жила в Орухе, отец здесь, в Аксайе. Раньше были тут хорошие отношения. Сватались, создавали семьи, уважали друг друга. Раньше к нам в магазин многие приходили. А сейчас нет. Сейчас я даже к своим родственникам перестала ходить. Уже год как не была там. В осадном положении сельчане живут давно. Но выбор невелик – либо терпеть, либо переселяться. Мы устали от этих конфликтов тут. Столько лет уже так живем. Уже не хочется тут жить. Моя работа стала напоминать военный фронт. Мы ведь всегда на горячих точках. Столько крови навидалось. Прежде никогда не видела огнестрельные раны. Оказывается, пуля может пройти по телу. Это страшно. После ряда крупных происшествий на границе в прошлом году прошла встреча президентов Таджикистана и Кыргызстана. Но договориться, по всей видимости, им не удалось. Протяженность Кыргызско-Таджирской границы почти тысяча километров, из которых не согласована половина. Конфликты иногда разгораются из-за пограничников и милиционеров. Они постоянно требуют документы. А это раздражает людей. Тут всегда так жили люди вперемешку. Военные здесь не нужны. Создают всякие конфликты. В основном, чтобы провести контрабандную игру. Здесь столько военных. Я не знаю, куда они смотрят. Я имею в виду и со стороны таджикистана, и со стороны кыргызстана. Куда они смотрят. Местные жители уверены, что неопределенные участки удобны для подпольного трафика. Поэтому причины инцидентов зачастую нужно искать не в согласовании границ, а скорее в экономике. В Лей-Лейке, Исфане контрабанда идет не переставая. Об этом все уже знают, все видят. Все этой контрабандой занимаются люди из Белого дома. Возможно, поэтому тут эти границы не решаются. Пока проблемы эти не решаются, в приграничных селениях усиливается националистический настрой. Вопрос принадлежности земли становится инструментом для управления настроением населения. Это село Чечме, на границе уже с узбекистанским анклавом Сох. Казалось, и люди, и места здесь другие, но проблемы одинаковые. Инцидент на границе произошел 31 мая. Началось с обычного спора из родника. Все началось отсюда. Тут красивое место. Вы не боитесь тут находиться? Ведь вы в Узбекистане в розыске? На меня, оказывается, написали заявление, поэтому, возможно, в розыске. Но я стою на своей территории. Почему должен бояться? Садык Каламов, депутат сельского совета Чечме, говорит, что жители не поделили родник. Затем вспыхнувшая словесная перепалка переросла в противостояние, где в ход пошли камни. Они хотят этот родник себе повернуть. Видите, расширили траншею. Мы им запретили это делать. Здесь и так стоят их насосы. Мы им не запрещаем. Потом начались споры. Мне показалось, что они заранее подготовились. Может быть, даже наемники были. Стали забрасывать нас камнями. Первый же камень попал в голову нашему участковому. Я милиционер. Приехал туда по вызову, когда узнал, что там началась потасовка. Этот родник оказывается на нейтральной территории. Людей было много. После того, как прилетел камень, ничего не помню. В районную больницу попали в тяжелом состоянии четверо. Десятки пострадавших с обеих сторон. Власти Узбекистана заявили об огнестрельных ранениях среди своих граждан. Еще день в Сокском районе проходили протесты с требованием отставки главы области. Приехавший в регион губернатор не поддержал жителей и пригрозил перекрытием границ. Десятки пострадавших с кровати. Сохский район полностью окружен территорией Кыргызстана, поэтому у жителей часто возникают проблемы из-за отсутствия коридора в Узбекистан. Попасть в Сох нам не удалось из-за карантина. Говорят, с Узбекистаном у нас определены 95% территории, но, видимо, эти 5% тут. На территории Кыргызстана есть четыре узбекистанских анклава. Самый большой из них — Сох, где проживает почти 80 тысяч человек. Большая часть из них — этнические таджики. Имамалы Каримов живет всего в пару метрах от условной границы. Его дом пострадал первым. Меня ранили в голову, уже зашили. Пытались сжечь мой дом, но односельчане спасли его. Имамалы вспоминает. В тот день горели дома с обеих сторон. Конфликт длился до глубокой ночи. Как вы видите дальнейшую здесь жизнь? Ждем, что скажет правительство. Ждем, когда они решат этот вопрос с границами. Конечно, жизнь на этом не остановится. Но нужно определить уже границу, поставить забор и все. Мы не хотим со своими соседями ссориться. От них мы никуда не переедем, и они от нас никуда не переедут. Нам всем нужно это понять и жить мирно. Люди в этих краях уже привыкли видеть вооруженных пограничников. Здесь даже без взрывов, бывают дни жутко напряженные. И пока власти обеих стран ждут дипломатических решений вопросов, делимитации, демаркации, люди на глаз определяют свои территории. В Кокташи люди потихоньку возвращаются к привычной жизни. И, кажется, стороны снова готовы сесть за переговоры. Я тут уже 45 лет работаю и постоянные скандалы из-за воды. В год по несколько раз могут друг другу воду перекрывать. Абдекалы Кошмуратов с бригадой приехали растещать перекрытый канал, который питает соседей. Почти месяц из-за конфликта таджикистанские села ниже по течению оставались без поливной воды. После конфликта местные ребята, оказывается, перекрыли им воду. Вчера нам не давали это сделать, поэтому сегодня мы приехали уже с участковым. Оказывается, они забили трубу камнями. Мы прочистили, теперь ждем, когда с таджикской стороны нам пустят воду. Как только по всем четырем каналам пустят нам воду, мы тоже им откроем. Эта вода впадает в Торткульское водохранилище, единственный резервуар в Баткенской области Кыргызстана. Местные жители называют его «жемчужной региона». Резервуар строили, чтобы орошать все эти засушливые земли, а вода впадает в него через таджикистанские села. И эта вода объединяет и разделяет эти регионы. Борьба за жизненно важные ресурсы особенно чувствительна и здесь, в Ферганской долине, где сходятся границы трех стран. Население здесь стремительно растет, а воды и земли с каждым годом становятся все меньше. И чем дальше эти споры будут продолжаться, тем больше будет поводов для раздора, пока власти региона не пойдут на солидарные шаги. Субтитры создавал DimaTorzok